Нравится ли вам фриканутая мода? Я думаю, если вы следите за моим каналом, да и в целом за моей деятельностью, я думаю, вы точно понимаете, что мне очень даже нравится. Всегда интересно узнать, где находится та самая черта, либо же грань модных брендов, перейти к которой уже будет попросту невозможно. С каждым годом мы наблюдаем за тем, как огромные фэшн-корпорации изощряются для того, чтобы заполучить наше с вами внимание. И если там несколько лет назад те же самые таби уже оказались пиком уродства, то сейчас это просто самая настоящая база. Сегодня мы с вами еще раз погрузимся в эту достаточно неоднозначную индустрию, посмотрим, какие еще странные бренды она скрывает, что они делают. Если вы наберете достаточно хороший актив, я буду продолжать, конечно же, эту рубрику. И давайте начинать. Безусловно, Джереми Скотт – это настоящий король фриканутой моды и один из ее самых популярных представителей. Выпустив свою первую коллекцию в 1997 году, он постоянно подогревал интерес аудитории к своему детищу через уникальный и по-настоящему наркоманский подход к созданию вещей. Палитра его бренда имеет кислотные цвета, очень странные решения и сумасшедшие раскраски, которые будто специально не сочетаются между собой. Одна из самых важных частей ДНК данного бренда – это 100% принты, которые будто нарочно выглядят неуместно. В 2013 году Джереми Скотт стал также креативным директором итальянского бренда Moschino, которым в общей сложности проработал около 10 лет. Создавая для бренда коллекции, Джереми подарил им настоящую вирусность через свои нестандартные решения. А за этот период он смог создать безумное количество очень странных вещей. Такие, например, как шапка с самолетом, платье с вывеской для автомобиля из рекламы стирального порошка, образы, созданные из целлофана и бумажного пакета, а также надувной круг в качестве аксессуара. Все это лично мне напоминает просто творческий поток, направленный на поиск чего-то уникального. Все же сам Джереми Скотт говорил о том, что в своей работе он вдохновлялся такими дизайнерами, как Жан-Поль Готье и Мартан Маржола. По сути, это очень хорошо описывает его направление в моде, потому что в своих фэшн-шоу он так или иначе бросает вызов индустрии и нащупывает ее границы. Вне зависимости от того, нравится ли вам Джереми Скотт, либо же нет, все равно в фэшн-индустрии это достаточно значимая персона, которая смогла повлиять на целый пласт дизайнеров, которых мы видим сейчас. А если вы ищете себе хорошую, а главное оригинальную одежду по приятным ценам, то я хочу вам рассказать о моих знакомых из Splashout Guys. Ребята совсем скоро проведут прямые стриминговые продажи из аутлетов CP Company в Венеции, которые начнутся уже с 25 января. Распродажи будут проходить около 5 дней, а скидки доходить до 80% от цен ритейла, что на самом деле очень мощно. То есть, если вам нравится подобный сегмент одежды, то я считаю это просто прекрасный шанс ухватить нечто желанное по неадекватной скидке. Кроме этого, в их телеграм-канале представлено большое количество и других брендов, такие, например, как Rick Owens, Prada или Moncler. Все очень качественно, быстрая доставка, да и в целом ребята успели себя зарекомендовать, так что все ссылки вы найдете в описании. Об этом дизайнере я уже делал полноценный ролик на своем канале, так что обязательно переходите и смотрите, только после просмотра, пожалуйста. Что вообще стоит знать о Валтере Ване Берендонге? Обучая людей в одной из самых значимых школ моды в мире, а также являясь достаточно близким человеком к Мартану Маржола, да и в принципе не только, в своем бренде Валтер Ван показывает просто пик сюрреализма и неадекватности. Буквально каждая коллекция Берендонга это полная шиза. Просматривая каждый последующий образ в показах, ты уже попросту не знаешь, что тебе стоит ожидать и какой монстр сможет выйти на подиум в конечном итоге. Добавляет эффекты еще и максимальная хаотичность элементов и едкие ворвиглазные цвета его одежды. Все это максимально выверенный и концептуально осложенный сюр. Созданный человеком, под руководством которого появились такие дизайнеры, как например Раф Симмонс и Крис Ван Аш. То есть, для того, чтобы вы поняли весь угар в полном объеме, я проговорю это еще раз. Учитель одного из самых гениальных дизайнеров, который уважает все модное комьюнити, а также равняется всех, кто в принципе так или иначе знаком с высокой модой, является вот этот странный мужик, у которого на логотипе изображен он сам же, но с пенисом. Уверен, некоторые из вас сейчас очень удивились тому, что подобный и столь известный бренд оказался в списке, кто бы мог подумать странных. Так как их линия, направленная на массового потребителя, дата с самым сердечком, создает базовые вещи и по сути своей представляет лишь самую верхушку этого огромного айсберга. Рейка Вакуба, основательница бренда, имеет статус настоящей аномалии в моде и человека, который оказал в ней одно из самых мощных влияний на то, чем она является сейчас. Посмотрев показы Ком де Гарсон, вы увидите не только арт-перформанс, созданный одним из самых гениальных умов двух столетий, но и огромный архив вещей, порой поражающий своей феноменальной уникальностью и работой над материалами. И несмотря на то, что все ее работы выглядят по крайней мере странно, они так или иначе являются частью огромного концептуального купола, который выстраивался вплоть с даты самого основания, идея и суть которого, возможно, в полной мере знает лишь сама Рей. Помимо одежды, данный бренд выпускает и достаточно необычные парфюмы, сочетающие в себе весьма себе неоднозначные и, возможно, даже несочетаемые запахи. Такие, например, как глина, свежескошенная трава, запах металла или испарение воды на коже. А всю эту картину также дополняют еще и очень нестандартные флаконы, которые в полной мере показывают всю отрешенность ком де гарсон от мира моды. Харри – это бренд индийского происхождения, который получил основную известность благодаря появлению Сэма Смита в их образе на премии вручения Брит Эвардс в 2023 году. Кстати, этот костюм, по словам дизайнера, был создан буквально за несколько дней, а на примерку и вовсе не осталось времени, из-за чего впервые Сэм увидел его только на самом мероприятии. Создавая свою одежду, основатель по имени Харри Кришнан в первую очередь ориентируется на скульптуру, а также на то, как воспринимается человеческое тело глазами животных. Его безумные надувные латексные вещи... Его безумные надувные латексные вещи привлекли внимание у всего фэшн-комьюнити. Просто посмотрите на его одежду, мне кажется, ну тут не было шансов того, что это рано или поздно бы не завирусилось. Бренд Харри появляется раз за разом на неделях моды в разных странах мира, да и в целом бренд достаточно стремительно развивается. Аналогов в мире чего-то подобного я лично не встречал. Это опять же что-то новое, что-то уникальное. Кстати, насчет аналогов. Пока я все это монтировал, у Рика Оунса вышел показ, где есть элементы очень схожие на бренд Харри. Не то чтобы это прям плагиат, но возможно, опять же, Рик как-либо увидел их латексные вещи и создав посредствии нечто схожее. А может это и просто совпадение? В общем, пишите в комментариях, что вообще считаете по этому поводу. Кстати, кроме всего этого латексного безумия, данный бренд выпускает также и вполне себе стандартные вещи, но так как в них нет ничего необычного, в этой рубрике мы их разбирать, конечно же, не будем. Было бы просто тупо не включить этот бренд в подобный формат, потому что, возможно, это, в принципе, один из самых ебанутых брендов, который вы можете найти на просторах интернета. Вообще, 2047-1120 берет свое начало из такого японского стиля под названием харадзюку. Этот термин обозначает не какую-то конкретную манеру того, как стоит одеваться, а, так скажем, целое смешение различных эстетик и субкультур. Название пошло из-за того, что вот самые яркие представители этого, скажем, стиля собирались в одном из оживленных кварталов Токио неподалеку от метро под названием харадзюку. Главной отличительной особенностью вот этого стиля, в целом этого, так скажем, модного направления, является то, что все представители харадзюку по сути, одеваются в абсолютно несочетаемую одежду, да, то есть они сочетают в своих образах абсолютно разные стили, абсолютно разные вещи, даже по световой гамме, тем самым создавая в своих образах некий винегрет. Так вот, именно такой подход и транслирует, по сути, 2047-1120, потому что этот бренд настолько сумасшедший, что на их подиуме вы можете увидеть как инопланетян, так и динозавров, либо каких-нибудь женщин с масками из зловещей долины. Кстати, само название – это не просто набор непонятных цифр, а настоящая дата – 20 ноября 2047 года. По идее основателей, именно к этой дате культура одежды выйдет на такой далекий уровень, что люди перестанут держаться хоть за какие-то консервативные представления о том, что нужно и не нужно носить, и в конечном итоге придут к тому, какую одежду представляет сам бренд. Кстати, знакомьтесь, это талисман бренда, которого зовут Хьома. Достаточно милый анимешный персонаж, у которого на лице есть две татуировки, одна из которых обозначает насилие, а вторая слово – секс. На самом деле, этот персонаж для бренда является очень значимым, потому что появляется он абсолютно везде, да, то есть, мне кажется, возле этого самого Хьомы у них сложился некий культ, потому что он есть как во вступительных зарисовках в начале фэшн-шоу, он есть и в рекламе, и на одежде, он есть просто повсюду. Да и в целом, вставки с ним выглядят достаточно интересно, потому что на фоне того, какой там происходит просто тотальный пиздец наркоманский, его милая личика достаточно интересно вместе с этим всем контрастирует. Мова Лола – это очень молодой бренд, основанный 27-летней темнокожей дизайнершей. После окончания лондонской школы Central Saint Martins в 2017 году, уже буквально через два года она дебютирует на неделе моды по программе Fashion East, которая поддерживает молодых талантов. А еще через год Kanye West назначает ее директором по дизайну совместной линии Easy Gap, кем сейчас по достаточно очевидным причинам она не является. Помимо дизайна одежды, Мова Лола является также исполнительницей с достаточно крупной и обширной дискографией. У нее даже есть, вот, например, Fits Lensifu, который я слушаю уже на репитее около года, просто этот трек засел в моем плейлисте, как пробка в жопе. В качестве модели бренда также можно заметить таких исполнителей, как Echo 2K из объединения Drain Gang и известного в узких кругах музыканта Ив Тимур. Что вообще интересного создает, по сути, Мова Лола? На самом деле, ее одежда внешне лично мне напоминает нечто схожее с брендом Vitmo, а ее маски это что-то очень схожее, точнее, это даже не то, что схожее, это буквально как будто взяли Рика Оунса и Vitmo, и это вот объединили вот в нечто такое. Но, в любом случае, я считаю, что она создает достаточно интересную одежду, конечно же, одежду, которую, возможно, не все поймут, но ее платье, ее сшитые между собой вещи, лично, на мой взгляд, выглядят достаточно прикольно. Кстати, я хотел также затронуть ее недавний просто бум-конфликт, который, по сути, пропиарил бренд на более широкую аудиторию. Причиной этого скандала стала одна из юбок на лондонской неделе мода коллекция «Весна 2024». Сам показ вращался вокруг темы флагов и разных атрибутов стран мира. Но именно флаг Саудовской Аравии вызвал шквал критики и обвинений в сторону Мова Лолуя. Дело в том, что изображенный на нем элемент в виде исламской шахиды это священный текст мусульманской веры. То есть, тем самым, флаг этой стороны для самих мусульман является священным, нанесение которого очевидно является богохульством. Первоначально дизайнерша даже отшучивалась по поводу критики в свой адрес, но впоследствии все же извинилась и вовсе удалила этот предмет из всех лукбуков своего бренда. Ребята, я недавно завел свой бусте, там сейчас лежит эксклюзивное видео про бренд Анна Болина. Да, это тот самый бренд, который в последнее время очень часто носит в плейбой карте. В общем, если вы давно хотели меня поддержать как автора, если вы хотите получать больше эксклюзивного контента, а там будут именно эксклюзивные ролики, можете, в принципе, оформить подписочку, либо же приобрести вот тот ролик всего лишь за 60 рублей. А все, кто меня поддержит, попадет в конец видео, прямо как вот эти ребята. Спасибо большое. Пишите вообще в комментариях, как вам этот формат, стоит ли мне его продолжать. Я, в принципе, могу создать и вторую часть, если вы покажете хорошую активность, куда я помещу еще больше брендов, возможно, еще больше даже странных брендов. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, здесь будет еще много всего интересного. Спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok